В лексиконе большинства жителей стран СНГ прочно закрепилось слово «прописка», тогда как на самом деле оно уже более 10 лет считается устаревшим. В настоящее время принято говорить именно о регистрации в квартире. Регистрация может быть как временная, так и постоянная. Чем они отличаются одна от другой, а в чем напротив схожа, рассмотрим чуть ниже. Особенности постоянной и временной регистрации. И ту и другую форму регистрации в квартире или жилом доме необходимо оформлять в Управлении Федеральной Миграционной Службы. Для осуществления регистрации необходимо иметь при себе паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на регистрацию. Временная регистрация может быть продлена, потому как и постоянная, она не имеет ограничений по продолжительности. Регистрация в любой форме обязательна для всех жителей страны. И постоянная и временная регистрация может быть произведена только с письменного согласия владельца квартиры или дома. Зарегистрировавшись на определенной жилой площади, вы берете на себя ответственность по уплате налогов и коммунальных услуг. Без регистрации в любой ее форме вы не сможете воспользоваться услугами врачей, устроиться на работу, а также оформить учебу ваших детей в школе или детском саду. Почему постоянная регистрация предпочтительнее? Постоянную регистрацию по месту своего жительства человек приобретает с той минуты, как его родители оформили ему свидетельство о рождении. Данная форма регистрации сохраняется до тех пор, пока семья не переедет в другой дом или квартиру. С возрастом человек сможет получить личный паспорт, где также будет отражен адрес его постоянной регистрации. Также данная форма регистрации необходима для оформления загранпаспорта. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Постоянная регистрация в жилом доме или квартире позволяет человеку свободно проживать по данному адресу, хотя и не делает его полноправным собственником. Благодаря ей без добровольного НТО-согласия никто, кроме суда, не сможет выселить человека или снять его с регистрационного учета. Подробнее о временной регистрации. Временную регистрацию обязаны оформлять все граждане, проживающие по определенному адресу более 90 дней, то есть примерно трех месяцев. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Для оформления временной регистрации желающему ее получить, необходимо прийти в Управление Федеральной миграционной службы вместе с собственником той самой квартиры или дома. После подписания соответствующего заявления временная регистрация будет получена. Благодаря этому гражданин получит письменное подтверждение своего права проживания на данной жилплощади. Срок действия временной регистрации указывается в заявлении на ее оформление. Минимальный срок составляет все те же 90 дней, а максимальный – 5 лет. Впрочем, при желании на ТО собственника и непосредственно жильца, временная регистрация может быть продлена. Можно ли снять временную регистрацию досрочно? Как уже упоминалось выше, при оформлении временной регистрации в соответствующем заявлении указывается ее продолжительность. По истечению данного отрезка времени данная форма регистрации прекращает свое действие, а гражданин будет вынужден либо ее продлить, либо покинуть данную жилплощадь. Однако встречаются ситуации, когда собственник квартиры или дома не желает больше видеть временного жильца на своей территории. Либо сам гражданин вынужден уехать, а потому желает избавиться от своей временной регистрации. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Для реализации данной цели и собственнику жилплощади, и жильцу необходимо написать заявление о прекращении регистрации. Проводится данная процедура все в том же управлении Федеральной миграционной службы. При желании гражданин может оформить временную регистрацию на новом месте жительства, сразу же после того, как расторг предыдущую. Главное, чтобы при оформлении и подписании обоих заявлений в управлении присутствовали законные собственники этих жилых домов или квартир. Могут ли оштрафовать за отсутствие прописки? В ныне действующем законодательстве указано, что лица, нарушившие порядок регистрации, будут вынуждены выплатить штраф. Размер штрафа зависит от конкретного города. Примерно его размер от 2 до 5 тысяч рублей. Штрафом также облагаются собственники квартир и домов, которые позволили проживать на своей жилплощади лицам без регистрации в течение более чем трех месяцев. Для них предусмотрен штраф в размере от 2 до 7 тысяч рублей. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok